Ребята, всем привет! У меня в гостях Алексей Ситников. Алексей, во-первых, спасибо вам большое, что добрались до меня. Очень рад, очень рад познакомиться и пообщаться. Я редко так делаю, но я не мог не записать несколько ключевых тезисов, которые я прям хочу озвучить. Политтехнолог, нейрофизиолог, коуч. Вы тот человек, который работали с Ельцином, Собчак, Тимошенко, Нетаньяху. Вы тот человек, который привезли НЛП в Россию. Доктор психологических наук, доктор экономических наук, доктор философских наук, доктор делового администрирования. Помимо этого, вы участвовали в примерно 415 предвыборных кампаниях в 54 странах. А где-то, я вообще прочитал в интернете, что у вас чуть ли не 12 образований суммарно. 22. 22. Ну, в общем, это, видимо, благо это старт. Это сейчас просто должно приковать внимание людей к экранам. Или наоборот. Ой, будет тоска! Сейчас начнется, да. Но начну я вообще с нестандартного вопроса, потому что этот вопрос давно вертится в головах. И мы зачастую, кстати, с друзьями его обсуждаем. И вы тот самый человек, которому этот вопрос можно адресовать. Ходят легенды и какие-то обсуждения вообще в мире, особенно среди активных, занятых, деловых людей, что зачастую раковые заболевания появляются вовсе не из-за того, что у нас там что-то болело долгое время, а из-за психологического состояния, из-за большого количества стресса, проблем, нагрузок и каких-то вещах, которые очень часто бывают у предпринимателей. Давайте начнем с этого. Как вы считаете, так ли это? Мне кажется, вы наиболее подходящий человек, которому можно адресовать такой вопрос. Ну да, тем более, что сейчас мы разработали метод, который называется перепрошивка, и который, в общем, через мозг решает этот вопрос. Давайте порассуждаем для начала, вообще откуда берутся эти размышления, откуда это мысль? Размышления имеются под собой основания. Я достаточно много сейчас общаюсь с такими ведущими мировыми онкологами. Я только что работал с ведущим онкологом Германии. И у меня среди моих партнеров и друзей ведущий хирург-онколог из Санкт-Петербурга, в Востни Гарварда. Кстати, он входит в весь такой список Forbes 30. До 30 лет. До 30 лет. Вот он туда входит. Удивительный совершенно хирург, врач, замечательный человек. Мы дружим. У нас в голове есть структура, которая выполняет функцию постоянного круглосуточного наблюдения за тем, что происходит вокруг. Это, знаете, Саш, как Антон и ПВО, которые ходят всё время, днём и ночью. Хорошие сравнения. Да, это структура, притом, даже когда спим. Эта структура называется ретикулярная формация. Она здесь стволовая, это структура так называемого рептильного мозга. Она всё время анализирует всё, что вокруг. И если она в контуре вокруг меня, как Антон и ПВО, контролирующая воздушное пространство какой-то территории, находит какой-то сигнал, который представляет важность либо опасность, она сразу же будит весь мозг. Это вот как в деревне колокол, что пожар, и все бегут тушить, потому что иначе вся деревня сгорит. Все понимают прекрасно, что надо спасать именно этот дом, даже если двурак, ну просто вся деревня сгорит. Шпала? Шпала и стол. Это не колокол, шпала висела. Да-да-да, но висит в центре деревни, обязательно. Вот. И что она делает? Она постоянно анализирует всё, что происходит, и есть сигналы, которые она воспринимает как важные либо опасные. Все остальные она пропускает, а на это тут же будет мозг. За сотую долю секунды мозг взрывается и переходит в состояние так называемого arousal reaction, ориентировочной реакции. Ну вот, например, мать ухандоканная маленьким ребёнком, устала, уснула, прям усыпляя ребёнка. Рядом муж сидит, смотрит футбол. Она спит мертвецким сном, она устала. Но стоит ребёнку пошевелиться, как она проснётся. То есть муж кричит гол, телевизор на всю катушку. Она это не слышит. Но ребёнок пошевелился, либо кашлянул, и она тоже проснулась. Тут же. Она даже успевает его поймать, если он падает с кровати. Сотой, то ли секунды. У нас глаза реагируют 24 кадра в секунду. А если она успевает поймать падающего ребёнка. Или вы сидите, смотрите кино, рядом кошка спит. Да не слышит она это кино, а спит мертвецкий, расслабленная. Вот как кошка спит, поднимаешь, она... Тело. Как мороженое. Но стоит вам взять бумажку и вот так пошелестеть бумажкой, как она тут ушки на макушке. Соответственно, это ориентировочная реакция. Ей нужно понять, что происходит. Это либо мышка, тогда надо бежать и охотиться. Либо другая кошка, надо бежать, драться, защищать территорию. Либо это собака, надо спасаться. И она внимательно смотрит туда, откуда шёл их. Мало того, ушки на макушке. Это ориентировочная реакция, ожидание какого-то события. А это уже с точки зрения физиологии переход в режим, подготовки тела к битве. У нас есть гормон, называется кортизол, адаптоген. Он как раз и готовит тело к битве. И вот это предощущение, предожидание, что сейчас что-то произойдёт, в любом случае нужно будет быстро реагировать, в любом случае нужно будет бежать. Значит, нужна кровь к мышцам, к головному мозгу и к круглянам чувствам. Для того, чтобы тут же кровь становится густой, густой, очень быстро становится густой кровь. Потому что если порежешься или поранишься, чтобы не потерять всю кровь. И эту густую кровь, чтобы продавить к мышцам, ко всем капиллярам мышц, туда головному мозгу и к круглянам чувств, нужно поднять давление. Учащается сердцебиение, учащается дыхание. Соответственно, повышается давление. Кровь идёт к мозгу, мышцам и органам чувств. А где взять кровь-то? Кровь-то где взять? Ведь невозможно. У человека было 4 литра. Как сделать? 5. А и никто не делает 5. Мозг даёт сигнал туда, во все внутренние органы. И во всех внутренних органах сужаются кровно-сосуды. Вазоконстрыкция всех сосудов, начиная отсюда от пищевода. Это желудочно-кишечный тракт, желудок, половая система. И все внутренние органы теряют кровь. И кровь вся эта перетекает к внешнему контуру. Это то, что называется «всё для фронта, всё для победы». Да потом займёмся телом, да потом переварим мы эту еду, да потом будем размножаться. Сейчас главное – выжить. Защитная реакция, по сути, природная просто произошла. Сейчас же надо выжить. Спасёмся тогда и подаводимся и всё остальное. И дальше возникает следующая вещь. Вот она внимательно смотрит туда. Если она ничего не увидела какое-то время, она кладёт голову, засыпает, а ухо продолжает слушать. Шевелится. Помните, да? Да, да. Ухо направлено туда, откуда был звук, и ждёт вот этот паттерн звука. Всё остальное не слышит, она ждёт вот этого шороха. Мы потом об этом ещё поговорим. И когда кошка ждёт, что там в этой темноте, она видит лучше, она реагирует быстрее, и, соответственно, она готова уже прыгнуть не метр, а два, потому что повышенное давление, повышенная учащенность сердца, больше кислорода, больше глюкозы к мышцам, то есть организм переходит в то состояние, которое вот если вы на квадроцикле или на водном мотоцикле катаетесь, там есть вот до старых машинок был такой подсос. Да-да, подсос. И для того, чтобы завести мотор, нужно его открыть. Что он делает? Он просто бензина больше вбрасывается туда, в цилиндр. Но когда уже он завёлся, надо обязательно его закрыть, потому что сгорит. Во-первых, слишком много бензина, неэффективно, и, во-вторых, он просто перегреется. Это и есть состояние, которое называется стресс. Друзья, если вы вдруг ещё не в курсе, то хочу открыть вам одну тайну. В мире высокой доходности с каждым годом всё больше авторитет набирает коммерческая недвижимость. Причём этот тренд мы можем наблюдать во всём мире. Но в гонке за лидерство страну за страной уверенно обгоняет Индонезия, а точнее остров Бали. Именно здесь успешно реализуют свои проекты холдинг Алекс Вилос, эксперт номер один в сфере высокодоходной недвижимости этого райского уголка. Компания динамично развивается с 2014 года, построив за это время более 18 тысяч квадратных метров. Десятки инвесторов из 17 стран мира уже доверили свои инвестиции экспертам Алекс Вилос и не прогадали, обеспечив себе высокий стабильный ежегодный доход до 35% и, разумеется, в долларах США. И самое главное, получение этого дохода требует от инвестора минимум усилий, ведь девиз Алекс Вилос «Инвестируйте, отдыхая, всё остальное сделаем мы». Сейчас в процессе строительства находится более 170 объектов компании, и об одном из них хочу рассказать сегодня. Это проект «Алекс Вилос Комплекс 7» в районе Чангу, самым популярным у туристов и экспатов благодаря своей развитой инфраструктуре, модным заведениям и идеальным местам для серфинга. Комплекс 7 находится всего в пяти минутах от океана. В нем есть то, что нужно туристам. Зеленая прогулочная зона, ресторан, беговая и велодорожка, детская площадка, спа с сауной и джакузи, огромный бассейн, каворкинг и мини-кинотеатр. Вы только посмотрите на рендеры. Именно за счет того, что в «Алекс Вилос Комплекс 7» продумано буквально все, и он расположен в востребованной локации, все объекты комплекса будут сдаваться по более высокой стоимости. При этом стабильная заполняемость объектов «Алекс Вилос» более 85%, поэтому недвижимость практически не простаивает. Кстати, «Алекс Вилос» оказывает полный спектр услуг от строительства до сдачи недвижимости в аренду. А стартовая стоимость студии «Алекс Вилос Комплекс 7» от 133,5 тысяч долларов. Кстати, доходность «Алекс Вилос» гарантирует. Это прописано в договоре. Если она вас не устроит, вам полностью вернут деньги. Чтобы узнать еще больше о проекте и преимуществах сотрудничества с «Алекс Вилос», переходите по ссылке в описании. Там же можно оставить заявку на бесплатную консультацию. Поехали! Очень, кстати, наглядный пример. Немножко так мы картиночку обрисовали, чтобы понимание сложилось. Это и есть состояние, которое называется стресс. Если это на 5-10 минут, то это скорее тренировка. Это даже полезно. Вот так. Потренировать быструю реакцию, потренировать повышение давления. Но. Дальше возникает такая история. Редикулярная информация, когда она возбудилась, она вот этот набор сигналов, то, что происходит, уже передает в структуры две. Вот здесь они называются амигдалы или менделевидные тела. Это структура лимбической системы мозга. Они отвечают за принятие решения. Если информации для принятия решения, что же все-таки делать, бежать, драться или охотиться, то начинается действие. А вот если информации недостаточно для принятия решения, то именно эти менделевидные тела вызывают состояние тревоги и страха. Кстати, очень интересно. Недавно, месяца два-три назад прочитал исследование. Оказывается, педофилия – это недоразвитость миндалин. Интересно. То есть это не лечится. Это не лечится. Деформация, по сути. Потому парламенты многих стран принимают решение о пожизненной изоляции педофилов, потому что это вылечить нельзя. Это просто недоразвитость вот этой части мозга. Если решение не принято, оно вызывает состояние тревожности, пока не появится эта опасность. То есть никогда не станет ясно, что делать. И вот если мы находимся в состоянии вот этой постоянной тревоги длительное время, то получается, что повышенное давление все время, повышенное глюкоза все время, повышенное дыхание все время. И получается, что мы все время ездим на этой сослонке. Кортизол, который выбрасывается, врачи называют гормоном смерти. Почему? Потому что быстрый, резкий выброс большого количества кортизола не только от состояния страха, но иногда от радости. Когда человек выиграл лотерею, например, автомобиль, иногда просто инфаркт от того, что он выиграл, это тоже стресс. Тоже стресс. Сильная эмоциональная реакция. И выбрасывается кортизол, быстрый выброс кортизола, к которому организм, кажется, не готов, сгущение крови и повышается давление за счет кортизола, адреналина и увеличение количества глюкозы. Это и есть причина инфаркта, инсульта, тромбоза. Напомню, что тромбоз это то, от чего люди умирали во время ковида, люди умирали не от ковида, люди умирали от тромбоза. И поэтому интересно, чем больше человек боялся ковида, тем тяжелее он им боял. То есть больше тревожности, повышенное давление. Ну, понятно, что были группы риска. Диабетчики, гипертоники, пожилые. И там в ковиде есть один ген, там интересно, в ковиде было три гена. Я был таким штатным советником министра здравоохранения, и мы как-то разбирали геном ковида, как только его расшифровали. Там очень интересная вещь. Там есть ген, который отвечает за повышенную смертность у неевропейцев. Да-да-да, я помню эту историю. Там есть ген, который геометрически повышает вероятность серьезной заболевания и смерти у людей старше 65-ти. И еще. И еще. Фактически два этих гена указывают на то, кто это разработал. Я объясню, почему. В какой стране огромная часть бюджета идет на пенсии? И очень много из них идут на пенсии людям, которые приехали, не работая, то есть не заработав эти пенсии. Какая страна имеет самую большую нагрузку на пенсии? Может, точно не наша? США. Это первое. Второе. После 65-ти это люди, которые уже ничего не покупают и ничего не производят. Но их надо содержать. А теперь дальше. Ген, что не европейцы. Теперь давайте смотреть. Все обвиняют Китай. Саша, в Китае пенсии нет. Это, мне кажется, такое немножко как из теории заговора, скажем так. Да, конечно. Но я же не объявляю никого. Да, да, да. Я же анализирую. Я же лишь предполагаю. Я же анализирую, да, что китайцам создавать ген, который убивает неевропейцев и убивает людей старше 65-ти. Смысла нет, потому что там пенсии нет, там семьи содержат пожилых людей. Ну, то есть, надо задуматься. Да. Надо задуматься. Интересно. Возвращаемся к стрессу хроническому. И вот если повышенная тревожность, то все время повышенная. И вот у нас во время ковида у всех практически был двойной, тройной, у кого-то пятерной кортизол. А что такое тройной кортизол? Никогда у ваших знакомых или родственников не было такой сильной аллергической, неадекватной аллергической реакции, которую называют отек Винки? Да, да, знаю прекрасно, конечно. То есть, организм почему-то считает, что вот это вещество настолько опасно, что нельзя допустить, чтобы оно ни с дыханием, ни с глотанием попало внутрь. И начинает опухать вся вот эта часть. Через какое-то время настолько сильно наливается, что не пропускает уже воздух, не пропускает даже слюну. И там часто спасением является просто протыкание трахеи, сюда вставляют трубку, чтобы человек хотя бы дышал. И вот когда скорая помощь получает вызов больному, который... И родственники говорят, у него отек Винки, у него все, он задыхается. Скорая помощь знает, что у них там полчаса-час. Если у него получается кортизол, адреналин, норадреналин нужен, правильно? Или нет? Нет. У него отек Винки, аллергическая реакция. И когда скорая помощь едет, то зная, что будут секунды, возможно, когда они подбегут человеку уже задыхающимся, они прямо в скорой помощи, прямо в машине, наливают в шприц стократную дозу искусственного кортизола, который называется преднизолон. И они вбегают к нему, быстро колят вот эту стократную дозу кортизола искусственного преднизолона. И через минуту человек начинает дышать, потому что иммунитет от стократной дозы кортизола падает ровно в сто раз. Если чувствует, что не хватает скорости, еще добавит адреналина. На Западе другой протокол. Сначала адреналин, потом преднизолон. Я правильно понимаю, что из-за того, что кортизол бьет, он отключает, по сути, иммунитет, иммунитет перестает защищать организм от этой штуки, и идет ослабление. То есть, почему я этот пример привел? Сто кратная доза кортизола ровно в сто раз уменьшает иммунитет. Это значит, что если у вас тройной кортизол, у вас иммунитет в три раза меньше. А это значит, мы с вами не стерильные существа. Носоглотки, там и во всех наших отверстиях. Везде. Огромное количество микробов. Они постоянно живут. У нас 2 килограмма микробов только в кишечнике. То есть, вся эта микрофлора, от которой можно заболеть, она всегда с нами. Просто нормальный иммунитет справляется и держит под контролем. И в кишечнике, и в носоглотке, и везде. Стоит иммунитету в два-три раза упасть, как все это начинает плодиться, размножаться. Вот она простуда, вот он конъюнктивит, вот он гайморит, вот он уритрит, да, вот он синдром раздраженного кишечника, да, дисбактериоз, и вот кожные болезни, соответственно, прыщики и так далее. В результате постоянно повышенного кортизола это длительно. Раковая клетка, вот теперь к онкологии. Да. Раковые клетки образуются в организме человека сотнями каждый день, даже у младенца. Но нормальный иммунитет с ними справляется, как с семечками. Стоит иммунитету в три раза упасть за счет тройного кортизола, как тут же эта раковая клетка может прорасти. И вот и начинаются проблемы. Поэтому часто гипертония, диабет, псориаз, гастрит, язва, синдром разожженного кишечника, все урологические, генеологические заболевания. У мужчин это простатиты, у женщин циститы, а потом онкология. Это следствие пониженного иммунитета. Вот у фармакологов есть одна обманка, там много обманок на самом деле, одна обманка, которая называется иммуностимулятор. Да. Нет ни одного вещества на земле, которые можно было бы выпить или уколоть, чтобы поднять иммунитет. Это обманка. Иммунитет можно поднять только системно. Закалка, образ жизни, правильное питание, хороший сон, позитивные отношения, физические нагрузки. Это все системно повышает, но это годами надо делать, чтобы поднялся иммунитет, чтобы организм вошел в... Притом, интересно, вот закалка. Человек закаливается не тогда, когда облился холодной водой. Многие просто неправильно это делают. Когда облился холодной водой, это просто облился холодной водой. Задача, не обтираясь, самому высохнуть. И вот то, что организм обучается очень быстро согреваться, быстро реагировать на охлаждение, вот это становится основой для закалки. То есть закалка не от того, что ты облился, а от того, что потом сам высох, не обтираясь. согрелся от этой ледяной воды сам. И вот нет ни одного иммуностимулятора, который бы раз и поднял, системно поднял иммунитет. Да и нет такой задачи. Задачи, чтобы он не опускался. 2023 год стал настоящим бумом нейросетей. По данным опроса Resume Builder, уже более 50% компаний заменили своих сотрудников в тех или иных задачах. Но это совсем не повод тревожиться за свое рабочее место и ожидать восстания машин. Скорее, повод открыть для себя новые возможности профессионального роста, освоив навык работы с нейросетями. И это актуально для любой сферы и должности. Хоть вы руководитель отдела маркетинга, хоть разработчик, хоть собственник бизнеса. А узнать, как можно зарабатывать с помощью искусственного интеллекта, использовать его в ваших проектах, создавать нейросотрудников и многое другое вы сможете на бесплатном вебинаре курса по чат-GPT от Университета Искусственного Интеллекта. Университет Искусственного Интеллекта это инновационное образовательное онлайн-учреждение, которое является номер один на рынке в России и СНГ. Через него уже прошли более 7 тысяч студентов со всего мира, а их обучение одобрили даже в Академию РАН, РАНХИКС и Вайзер ЛАПС. Именно сейчас у вас есть возможность присоединиться к бесплатному вебинару профессионального курса по чат-GPT, на котором вы сможете понять, как зарабатывать на чат-GPT, тратить меньше времени на рабочую рутину и стать конкурентоспособным специалистом в любой сфере. Узнать, как получить профессиональные знания по чат-GPT, которые позволят повысить эффективность работы и, соответственно, доход. Создать 9 нейросотрудников за 5 уроков, например, нейропродажника, нейромаркетолога или нейро-HR, и узнать, как сделать так, чтобы искусственный интеллект стал вашим союзником, а не претендентом на ваше рабочее место. В общем, это отличная возможность открыть для себя мир нейросетей, а также помочь своему бизнесу и делегировать многие задачи, как рутинные, так и не очень. Поэтому советую зарегистрироваться прямо сейчас по ссылке в описании. Поехали! А дальше смотрим следующую вещь. Соответственно, повышенный кортизол, повышенная глюкоза и адреналин постоянно, длительное время. Это причина возникновения и это то состояние, которое и поддерживает развитие любой инфекции и в том числе онкологии. А теперь вы назвали другой нейромедиатор и гормон, который называется норадреналин. А дальше смотрите, какая модель. Я иду по лесу и темно, опасно, страшно. И тут я вижу, что кто-то прячется за деревом. Дудух, 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 сердце, давление, глюкоза. Я готов. Организм меня готовит к битве. И вот в этот момент выбрасывается кортизол, адреналин, глюкоза. Организм говорит, потом иммунитет. Сейчас драка. Я готовлюсь. Я нахожусь в состоянии вот этой тревоги, напряженности и страха. Но как только началась драка, страх-то проходит. страх проходит, начинается действие. Организм принял решение делать вот так, страх прошел, я уже действую. Когда стоишь перед джампингом с резинкой на ногах, прыгнул, все уже. В драку в лес, уже все, уже драка. Так вот, в тот момент, когда из-за дерева вышел волк, начинается анализ вот этой структуры мозга, которые отвечают за принятие решения, понятно, что там и кора больших полушарий принимает решение, гиппокамп, долговременная память, да? Они, взаимодействуя, анализируют волк, значит, драться бесполезно, убегать бесполезно, но волки не лезут по деревьям, в отличие от медведей. Значит, надо найти ближайшее дерево и на него залезть. И вот когда я побежал к этому дереву, поставил цель залезть вот туда за счет кортизола, я залезу не на 3 метра, а сразу на 5. Я прыгну не 2 метра, а 4, потому что я, вот у меня давление, сердцебиение, кислород, глюкоза, питание. Но в тот момент, когда я поставил цель и когда я неоткуда-то убегаю, как кролик от лисы, а наоборот бегу куда-то, потому что у меня повез цель, запускается механизм дофаминовый, начинает накапливаться все, что связано с целеполаганием, мотивацией, постановки цели и предвкушения получения результата. Мотивация деятельности, любой, движение куда-то, когда я держу в голове, что я хочу получить, чего я хочу добиться. Это касается и секса, это касается и спасения. Когда я знаю, чего я хочу, когда я поставил цель, держу ее в голове, начинает вырабатываться дофамин. Но дофамин вырабатывается под следующей цепочкой аминокислота, незаменимая аминокислота, фенилаланин, незаменимая, это значит, что в организме человека она не вырабатывается вообще, это значит, что ее можно только съесть. Та же, как рептофан, из которого производится сертонин. Он становится тирозином, это уже заменимая аминокислота, тирозин становится норадреналином, а норадреналин становится дофамином. То есть, как только начинает вырабатываться дофамин, начинает производиться норадреналин. У кролика, который убегает от лисы, адреналиновый стресс, который убивает иммунитет, потому что он убегает откуда-то. У него цели нет. А вот лиса, который за ним бежит, она его видит, слюни текут, предвкушает. Она представляет, как она его съест. Да. У нее дофаминовый. У нее дофамин и норадреналин. А у норадреналина есть следующее свойство. Норадреналин вместе с кортизолом восстанавливает иммунитет до стопроцентного уровня. И поэтому, как только появился дофамин, сразу норадреналин и он заменяет адреналин. Поэтому у хищника, который нападает, норадреналиновый стресс. А у жертвы адреналиновый стресс. И вот это правильный стресс. Норадреналин – это гормон творчества, гениальности, способностей. Норадреналин – это такой драйв, это то, из-за чего люди могут не спать по три ночи. Это творческий порыв, вот этот азарт творческий, увлечённость, горящие глаза. Это всё норадреналин. Это рефлекс хищника, победителя. Я чувствую себя в силе, я хочу побеждать. И дофамин, который меня мотивирует. И получается ещё одна вещь, что дофамин и норадреналин, во-первых, если у меня достаточно фенилонина, я часто стимулирую дофаминовую систему, ставлю цели, и много норадреналина, в старости сейчас у нас всё моложе, моложе становятся две болезни – Альцгельмер и Паркинсон. Да, кстати, я читал исследования, причём каким-то очень быстрыми темпами растут. Ковид повлиял лет на 10, омолодил и Паркинсон, и Альцгельмер. Потому что ковид, вот эти последние, типа омеги, омикрон, да, вот называется последняя, сейчас уже не последняя, предпоследняя, они как раз вызывают такие же изменения в мозге, как Альцгельмер. Похоже, Альцгельмер молодеет. Мы это увидим на себе. И если я постоянно стимулирую дофаминовую сферу, Паркинсон – это недостаток дофамина. И если я часто ставлю задачи, их достигаю, получаю удовольствие от этого, мало того, дофамин – это как раз выброс дофамина, это оргазм. То есть у меня активная, сексуальная жизнь. То дофамина много, и таким образом я предупреждаю Паркинсон. Его нельзя вылечить, но его можно не допустить. Как бы предохраниться от него за счёт как раз повышенной активности дофаминовой системы. И вот норадреналин, восстанавливающий иммунитет до базового уровня, это и есть причина, по которой увлечённые люди, которые ставят цели, и действиями к этим целям идут, не на диване лежат, а вот они, мечтая, идут к этой мечте. Они долго живут и практически не болеют. И вот это то состояние, в которое и нужно перевести себя в нынешнем мире, когда всё кругом рушится, непонятно, в каком направлении пойдёт цивилизация, непонятно, очень много неопределённостей. Самое страшное, что исчезла моя главная договорённость. Знаете, какая? Договорённость выполнять договорённости. Её уже нет, Саша. Это главное, да-да-да. Согласитесь, она главная. Она исчезает в тот момент, когда первая договорённость нарушена. Конечно. Давайте на этом моменте сейчас чуть назад откатимся, потому что, смотрите, у меня уточняющая... Мы с вами зафиксились. Я понял идею, что ответ на свой вопрос услышал, что как бы... Я чуть-чуть продолжу, одну фразу скажу. Окей, хорошо. Если я испытываю стресс и тревожность по поводу бизнеса, будущего моего бизнеса, будущего моего семьи, по поводу ковида, который опять поднимается, смертность растёт же, опять смертность растёт. Мы видим это. И если я испытываю вот эту тревожность, очень многие сейчас и ваши друзья, и мои друзья, бизнесмены, интуитивно почувствовали, что раз нет определённости, в этой части жизни нужно поставить цель в какой-то другой. Они ставят цель пробежать марафон или айронмен, или объехать, я не знаю, там сто мест на земле, которые там представляют интерес как туристам. Или начинают коллекционировать, ставить цель, собрать всю коллекцию чего-то, либо ставят цель, ставят цель, например, освоить музыкальный инструмент, ставят цель проплыть там 10 километров, они ставят перед собой цели в другой сфере, а бессознательным всё равно, в какой ты поставил сфере цель, и к ней идёшь действием, у тебя повышается дофамин, повышается кортизол, и это спасает. Потому они интуитивно, заметили, очень многие бизнесмены сейчас увлеклись триатлоном, айронменством, марафонством, я не знаю, какими-то видами спорта, яхтингом, они ставят цель, они к ней идут, и они этим себя спасают. Это очень важно. Личный врач Наполеона в 1812 году, кстати, он придумал скорую помощь, писал, если я солдатам в госпитале говорю, что мы побеждаем, они предвкушают победу, что они скоро вернутся домой, быстрее поправляются, они быстрее, кости быстрее срастаются. Наши деды с вами, Саша, писали в своих дневниках в сороковые годы во время войны. Я всегда болел. Сейчас я лежу неделями в ледяной воде, хоть бы чихну. Несколько выпусков назад я рассказывал про Армос, российского производителя матрасов с собственной сетью магазинов дизайнерских товаров для сна. Сейчас в России открыто уже 22 магазина в 11 городах, и команда Армос не собирается останавливаться. Магазины открываются по модели франчайзинга, и если вы хотите стать частью франшизы собственным производством, то советую присмотреться к Армос. Армос – компания, которая имеет 20-летний опыт и экспертизу в производстве мебели и товаров для сна. И сейчас, когда рынок освободился от конкурентов, а потребность покупателей в качественной и стильной мебели осталась, Армос начали масштабироваться по модели франчайзинга. И это отличная возможность для вас, потому что у Армос понятные и взаимовыгодные условия. Нет паушальных взносов и роялти, а значит, можно быстрее начать получать чистую прибыль с проекта. У Армос сбалансированная товарная матрица, которая точно попадает в подребности целевой аудитории. Армос – молодой, но уже узнаваемый бренд. Вам не придется выстраивать его с нуля. У франшизы все схвачено. Они собрали уникальный продуктовый портфель, продумали формат торговых точек, локаций и выстроили маркетинг, чтобы вам было легче начать. И еще немного цифр о франшизе. Стартовые вложения от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Окупаемость от 10 месяцев. Доход от 200 тысяч рублей в месяц. Как по мне, если выбирать франшизу, то с собственным производством. Тем более, если от франшизы не требуют паушальных взносов и роялти, это говорит о том, что франшиза планирует существовать долго, расти и развиваться именно за счет крепких партнерских отношений. Поэтому, пока еще у Армос нет широкого сетевого покрытия, воспользуйтесь шансом и откройте первый магазин в своем городе. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше о франшизе и оставить заявку на консультацию. А также подписывайтесь на аккаунт собственника Армос Дмитрия Рогова в Инстаграме. Там вы сможете напрямую задать ему любой вопрос о франшизе. Поехали! Давайте посмотрим, на что мы сейчас сидя здесь можем повлиять. На то, чтобы понять, как в такой ситуации быть. Я по себе знаю, как человек, который занимается бизнесом, что вот этот стресс и постоянная борьба с самим собой, постоянная неопределенность, она присутствует. И я хожу с друзьями в баню, и мы вот сидим восьмером, и примерно у всех можно брать такой средний срез. И я понимаю, что так происходит примерно у всех. И тут у меня возникает вопрос. Я много раз пытался как-то это регулировать, как-то с собой работать. И у меня в голове мысль, если я не перестану стрессовать постоянно, она меня добьет рано или поздно. То есть рано или поздно приводит тебя к тому, что ты начинаешь болеть, и сваливаешься, и так далее, и так далее, и так далее. От вас я слышал такую мысль, что только 10% это внешнее, 90% это все, что происходит у нас внутри. И вот здесь как бы очень такая, знаете, интересная тема на самом деле обсуждения. Нет, там не так. Давайте. Ощущение комфорта, удовлетворенности и счастья. Да. 50% это генетика. Так, 50% генетика. Это базовый уровень серотонина, дофамина, окситоцина и андорфинов. Но их можно модулировать через диету, сон, практики. То есть мы это регулируем. 40% это умение управлять своей дофаминовой системой. Мотивировать себя, ставить задачи. Да. И 10% это обстоятельства. Поэтому действительно 90% у вас внутри, из которых 50% генетика. Окей, тогда возьмем, смотрите, возьмем эти 100%, 10% внешних откинули, 50% генетика, тут уж извините, кому повезло, кому нет. Нет, нет, можно, можно модулировать. Это, но для этого у меня это как раз... Для этого нужен психотерапевт, который будет с тобой работать. Да, психотерапевт, там, я не знаю, гастроэнтеролог, медитация и так далее. Вот давайте поработаем сейчас с этими 40%. Вот вопрос от меня лично. Когда я понимаю, что я просыпаюсь с утра, и я не знаю, что сегодня будет, что завтра будет с моим бизнесом и так далее. И я вот пребываю в постоянном вот этом напряжении, что мне каждый день нужно принимать решения. Эти решения сложные. В действительности зачастую у тебя нет ответа. Ты ходишь, варишь, 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 варишь и доводишь ты себя до такой ситуации, что ты в 3 часа ночи встаешь в туалет пописать, и этот механизм, он не перестает работать. Ты плохо спишь, ты не можешь ни о чем больше думать. И это приводит к тому, что мы обсудили. Но не хотелось бы, чтобы все оно шло в то русло. Хочется все-таки быть в ладах с собой. Вот давайте попробуем выявить, как же все-таки люди деятельные, люди, которые в сегодняшнем мире живут в таком хроническом стрессе, могут улучшить качество своей жизни. Ну, первое. Да, мы говорили о том, что поставь цель в какой-нибудь другой сфере и тут же пониешь кортизол. Да, это мне, кстати, понравилась идея. Да, нордренерин с дофамином приводит. Как раз вот эти 40%, это есть вот эта дофаминовая. Поставил задачу, иду к ней, любая другая. Дольше всего живут четыре профессиональных группы. И в Африке, где в среднепродолжительности есть ряд стран, где 40... Человеческий организм создан только на 40 лет, на самом деле. Да, это мы за счет целей, мечты, ответственности, смыслов продлили до 100. Но карантинный срок человека 40 лет, потому 40 не празднует. Потому что 40 обрушаются все зрения, все начинаются, все болячки генетические вылазят. 40 в 28 лет геном запускает, рубильник включается вот так, запускает процесс самоуничтожения, чтобы к 40 уйти из жизни. Наши предки жили 40 лет. В 19 веке крестьяне жили 40 лет. Да, у Пушкина, у Радищева, эти строчки, типа, это был пожилой человек, ему было 32. И, да, недавно ходила где-то в социальных сетях серия фотографий российские крестьяне 19 века. И там около 100 фотографий и такие подписи. Иван Крылов. 12 лет. Тверская губерния. 32 года. И стоит дряхлый. 90-летний. Видели, да? Да, или я там еще помню, типа, Мария, мать двоих детей. 12 лет. Что такое? Там ребенок, взрослая женщина такая. Да. И в 28 лет геном человека запускает процесс самоуничтожения, который называется антропоптос. Но это самоуничтожение может пойти вот так с инфарктом, инсультом 40, что у вас нет знакомых, которые так ушли. У меня есть знакомые, вот как раз... Да, онкология в 50. Да. А может дать возможность человеку дожить до 100. Вот этот вот угол полностью под контролем бессознательного, он меньше всего зависит от того, что человек ест. Там все добавки, какие-то витамины, потом что, диеты. На самом деле это иллюзия. Это плюс-минус 5. А бессознательный контролирует 60 от 40 до 100 под контролем бессознательного. Мы себя вытащили в 100 через смыслы, через цели, через ценности. Поэтому в Африке 40 лет в ряде стран прожить на жизнь. 40 с чем-то. А в Монако 92. И там, и там где-то на 20%, на 15% дольше живут 4 профессиональные группы. Селекционеры, коллекционеры, дирижеры и ученые. Потому что у них одинаково устроено проектирование будущего. Они проектируют очень в долгую. Селекционер сейчас ест яблоко с яблоней, которую он посадил 20 лет назад. Но 19 лет назад он тоже что-то посадил. И в следующий год он ждет. Но в этом году он тоже что-то посадит и будет ждать 20 лет. Классно. Те, кто проектируют в долгую, очень долго живут. А вот когда поставил точку, вспомните, Саш, наши великие актеры Орлова, Гурченко, Бабочкин. Они же все ушли и жизни через пару недель после своего бенефиса в Кремлевском дворце съездов. Когда поздравили, вручили, наградили, президент поздравил, восторженные зрители аплодируют, вечером этот человек приходит домой и понимает, что будущего уже нет. Никто уже не пригласит сниматься. Если пригласят играть умирающую старушку, не будет уже главных ролей. Будут какие-то неинтересные, случайные и никак тебя не показывающие, выдающие роли. Или бабуля, которая живет в подъезде, а внучок, ради которого она жила, уехал в институт. Смотришь, бабули через полгода уже нет. Цели нет. Человек вытаскивает себя через цель, через смысл, через ответственность. и это те вещи, которые обязательно должны быть. Но цель, которая повышает дофамин, норадреналин, которая стимулирует все наши творческие силы, дает нам память. Ведь бессознательное это такое завскладом, у него все есть. Горящие глаза, иммунитет, таланты, способности, ресурсы, энергия. Все, все, все. Подружиться с бессознательным то же самое, что жениться на дочке заведующим складом. У них все есть. И поэтому только цель, которая реализует твои истинные потребности, может мотивировать и продлять жизнь. Фрейд ввел такое понятие интернизация, когда я не слышу чего я хочу. А по Фрейду свобода это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. А мы выросли в культуре, в которой мы с детства привыкаем, что нам скажут, что мы хотим. Саша, иди домой, мамочка, я хочу кушать. Нет, сынок, ты хочешь спать. Влияние социума, вот я как раз хотел сказать, то, что в целом сейчас, если по Фрейду свободу очень сложно представить, потому что ты сам себе внутренне запрещаешь чего-то хотеть, потому что есть как раз уже вот этот целый спектр и того, что тебя сформировало, и того, что тебя окружает сейчас. Но, вот сейчас бы я всем нашим политикам прикрыл почитать Ленина. Однако. Очень полезно почитать Ленина. Особенно вот его статьи 97-го где-то, наверное, по 10-й год. До того момента, как у него началась атрофия уже полушария, и он начал становиться роботом такой убить, расстрелять, отобрать. Потом мозг не выдержал, он ушел в кому, и мозг во время этой комы перегруппировал нервный центр, сформировал полноценно работающий мозг в одном полушарии, и когда он вышел из комы, его, правда, крупская, по-моему, пять или семь раз училась с нуля читать и писать, вдруг к нему вернулась эмоция. Вот его язык 1897 года где-то в Шушенском эпитеты, метафоры, шутки, яркий, интересный такой метафоричный язык. А к 17-му году убить, расстрелять, уничтожить, ходить строем. И тут он выходит из комы, а мозг восстановился, восстановил эмоциональную сферу, и Ленин так оборачивается на то, что он натворил за последние 10 лет в ужасе. Это делал какой-то другой человек, он делал как во сне. И он пишет три свои последние статьи, в которых вводит НЭП, понимая, что если людей не замотивировать, то строем они ничего не построят. Но мозг не выдержал перегрузки, и он умирает. Но надо считать, либо три последних статьи, либо его статьи до 10-го года. И вот надо считать Ленина, надо считать Ленина. И вот у маршистов-ленистов была такая фраза очень правильная. Свобода это осознанная необходимость. Что это означает? Если есть какой-то ограничитель, наложенный обществом, как в Японии, там столько были наверняка. Вот только вернулся в Украине два месяца назад. Столько нормативов. мы даже близко не можем представить, сколько там правил, нормативов, ограничений. И по идее японский мужчина должен жить недолго. По скрестили с какими-то манжурами, но у них очень похожая генетика на нас. То есть они ушли с Алтая, это тюрки. А у нас у всех есть тюрка и кровь. У меня все случаи точно есть. Дальше. У них плотность населения, они живут на острове размером меньше, чем Сахалин, а их 150 миллионов. То есть население России на острове, то есть контактических контактов больше, чем у нас в разы. Дальше. Экология. Да они воздух продают в Токио, в бутылках. Все скажут, ну диета, правильно, они едят свежую рыбу. Стоп, стоп, стоп. Свежую рыбу в Японии могут позволить себе только очень богатые люди. Остров Окинава, остров долгожителей, они свиноеды. Они едят в основном свинину. То есть и диета-то у них не совсем здоровая. Нам диетологи говорят, хочешь долго жить, не ешь свинину. А они едят свинину. Так вот, за счет того, что японским детям до пяти лет ничего не запрещают, дети сохраняют способность слышать, что они хотят. Наш ребенок, которому с детства говорили, сейчас ты будешь есть вот это, есть вот это, сейчас будешь заниматься физикой, сейчас будешь заниматься вот этим, и запрещают чем-то заниматься. То есть японскому ребенку можно все, они умеют его переключать. Ну нельзя отобрать игрушку, нужно просто дать другую, менее опасную, менее вредную, и он будет играть ею. И вот то, что японскому ребенку до пяти лет все разрешают, мы сейчас рекомендуем родителям, психологам, педагогам, дайте детям хотя бы час в день позаниматься ерундой. Просто выключите телевизор, который их куда-то тянет, и уберите телефон. Дайте, кошку хочет гладить, пусть гладит, спать, пусть спит, хочет рисовать, пусть рисует, собирать конструкцию, хоть что пусть делает, для того, чтобы сохранить способность хотеть то, что хочет на самом деле. А когда этот ребенок вырастает у нас, он приходит в ресторан, берет меню, и он даже сам не знает, он мясо или рыбу хочет. Если он не понимает, нет механизма услышать вот эти сигналы бессознательного, что же я на самом деле хочу, а с чего тогда он взял, что он может выбрать между этой и этой девушкой для создания семьи, между этим и этим партнером для создания бизнеса, что он может выбрать себе профессию, по потребности, по интересам, свою. И уж точно этот человек никогда не почувствует, что не надо садиться в этот самолет. И японский ребенок до пяти лет, ему разрешают все, он слышит, что он хочет. В пять лет он социализируется, идет там в садик, или в школу, и там на него накладываются, наваливаются все эти социальные нормативы, но... Да, там же жуть вообще у них в школах. Жуть, жуть, жуть. Жутко, я читал про то. Да, даже там ужас вообще. Японцы вообще интересные устроили. Например, вас удивит такой факт, в Японии сексуальность не связана с телом. Я вообще сейчас обалдел, когда был сейчас в Японии, и мы читали, и я видел вот эти вот картинки с их там секси-аниме-районами и так далее, и мы с женой обсуждаем, поехали хоть посмотрим. И мы начинаем гугли, и в итоге там оказывается, что там вообще половина населения асексуальны, что они там вообще про секс слышали только и читали в книжках. И для меня это было вообще такое удивление, что там вообще культура вот эта, она другая, абсолютно по-другому сформированная. Не только там. Корея, которая берет, например, Южная с Японии, она же модельная страна для всей Го-Восточной Азии. Три миллиарда человек считают Корею просто раем. Такая медицина, какое образование, какие пластические операции, все мечтают, как в Корее. Эта страна стала просто символом цивилизации для всей Юго-Восточной Азии, Малайзии, Индонезии, все там Вьетнам, Таиланд. Все мечтают, как в Корее. Они молятся на Корею. Знаете, сколько в Корее браков? Знаете, сколько пластических операций? В Корее пять браков на тысячу человек, а должно быть пятьсот. Мало того, и не все рожают детей. То есть ребенок в Корее это чудо города. Они перестали размножаться вообще. Так вот, японский ребенок входит в эту взрослую жизнь, когда уже появилось абстрактное мышление. Оно появляется, когда уходит эдетика. Для того, чтобы можно было абстрактно мыслить, организму приходится отказаться от такого свойства нервной системы, как синестезия. И поэтому проходит вот это эдетическое мышление. Помните детские вкусы? Яблоки, как в зоопахле. Да, мы привыкаем вот этот импринтинг, что мы хотим борща, окрошки, картошки с огурцами, картошки с селедкой. Но это же оттуда, просто сверхобучение. Это такие яркие образы. И он входит в взрослую жизнь, уже он способен абстрактно мыслить, значит, он способен понимать такие вещи, как вредно, полезно, дорого, опасно. Маленький ребенок этого не понимает. И вот это абстрактное мышление, которое позволяет абстрактные вещи уже анализировать, появляется сознание в чистом виде. Так вот, свобода — это осознанная необходимость. У них еще одно свойство. Если русский чего-то не делает, потому что его накажут, то японский чего-то не делает, потому что ему будет стыдно. По идее, японский мужчина должен быть таким невротизирован, должен так мало жить. так вот, именно то, что он слышит, что он хочет, он знает, что он хочет. Но входя в общество, он ассимилирует, он принимает это ограничение, соглашаясь с ним. А созданная необходимость. Я сам решил так не делать, и тогда не испытываю стресс. Так вот, именно то, что он знает, что он хочет. Пример, японская порнография самая эротичная в мире. То есть, они слышат, что они хотят. Это не немцы, которые делают все совершенно одинаково. Японская порнография невероятно креативна, потому что они чувствуют, что они хотят, что их возбуждает. Так вот, японский мужчина, Саша, несмотря на то, что должен жить меньше, чем мы, живет ровно на 20 лет дольше, чем русский. Именно за счет этих 5 лет, когда он продолжает слышать в течение 5 лет, что он хочет, а дальше осознанно принимает решение и потому не стрессирован тем, что ему это нельзя. Потому что он сам решил, что он делать этого не будет. Очень интересно. Ну, давайте попробуем теперь... Вот я как раз из той категории людей, которым зачастую сложно услышать себя и понять. От маленьких примеров, когда я стою в магазине и не могу выбрать, какую шоколадку больше хочу, но это ладно, это я с этим как-то еще... Пусть это будет самая большая проблема. Да, пускай это будет самая большая проблема. Я куплю и ту, и ту, и ту, пускай вот этим все ограничится. Но это касается и более важных решений, когда у тебя ограниченность времени, а тебе нужно принять решение, куда направлять фокус. В этот бизнес или в этот? И ты не можешь сделать и то, и то. Когда тебе нужно принимать важные решения. Ну, потому что не хватает информации, ты не можешь принять решение, да? Да. Или, мне там... Я жил как японский ребенок, да. Я жил как обычный выходец из Советского Союза в то время. Мы как взрослые люди, как уже не те дети, как взрослые люди, понимая вот эту вот проблему, можем ли что-то вообще с этим сделать? Или нам остается просто принять этот факт? Нет. Можем и нужно делать. Ну, во-первых, я вот начал говорить про технологию, которую сейчас пытаюсь запатентовать. Называется перепрошивка. Я перепрошиваю все пересознательные коды. Занимает это 16-25 часов непрерывной работы. Частично так в разговоре, частично какие-то тесты, частично под гипнозом. Тяжелое. Вот у меня вчера было и завтра будет. Со всего мира люди летят, потому что там не только меняется все, уходят эти потолки, снижается кортизол, проходит гипертония. Онкология. Есть случаи, когда онкологии после этой процедуры проходят. Сама организм начинает бороться за жизнь. То есть повышается иммунитет до вот этого базового уровня за счет снижения кортизола. И там несколько этапов этой процедуры. Мы работаем с прошлым, мы отпускаем прошлое, я обучаю опускать прошлое. Потому что каждое воспоминание, обида, вина, претензия, негативные воспоминания, каждая это такая цепочка нервных клеток, по которой все время пульсирует ток. Во-первых, сосет энергию твою, а во-вторых, нерешенная задача, которую я не собираюсь решать, вина. Я виноват перед кем-то. Я же не собираюсь ничего делать. Это нерешенная задача. На проценте повышает кортизол. Если таких воспоминаний у меня 200, а у любого человека их сотни, то каждый день на проценте какой-то тройной кортизол. Поэтому как только мы полдня занимаемся прошлым, отпускаем это прошлое, я обучаю работать с прошлым, и уже после только этого этапа у людей понижается кортизол. Потом мы работаем с настоящим, мы работаем с мировоззрением, потому что если человек неправильно представляет, как устроен мир, он от него требует того, что мир не собирался ему давать. Поэтому все время недоволен. Дальше мы разбираемся с ресурсами, мы смотрим, какие ресурсы, тоже называется колесо баланса ресурсов, 54 ресурса личного импаунта. Мы специальными тестами их анализируем, а потом смотрим, где бессознательно чувствовать, что не хватает ресурса для достижения цели. А когда бессознательно чувствовать, что не хватает ресурса для достижения цели, то же самое, что если бы вы стояли у пропасти 5 метров, и вы поставили задачу прыгнуть, а бессознательно понимает, да я не прыгну, и вот он стресс. Или завтра экзамен, а я не знаю ничего, и вы не спите ночью, ну потому что страшно. Вот. И мы работаем с ресурсами, понимаем, какие ресурсы нужно каким образом накачать, потом работаем с будущим, работаем с целями, учимся ставить цели, которые самодостигаются и которые соответствуют требованиям нашего бессознательного, нашего организма. И вот эта процедура, там, до 20-25 часов она длится и дает невероятный результат. Давайте теперь для тех, кто хочет заработать денег, чтобы потом однажды попасть к вам. Теперь смотрите, что мы можем сделать? У нас много инструментов, на самом деле. Первое. Научиться дружить с собственным телом. Что я имею в виду? У нас есть так называемые циркадные ритмы. Это суточные ритмы активности гормональной системы, в том числе и кортизольной системы, серотониновой системы, дофаминовой системы. Эти циклы известны и понятны. Наши предки когда-то вышли из экваториальной Африки, там исход начался наших предков, разные были исходы, полтора миллиона лет, миллион лет назад, 180 тысяч, 60 тысяч лет назад. Обычно все эти исходы были во время обледенения, потому что когда льды захватывали и распространились с севера и с юга, то эти льды, они морозили огромное количество влаги из атмосферы воздуха. На экваторе начиналась засуха и расходились. А все наши предки оттуда, из экваториальной Африки, для цивилизации, 180-60 тысяч лет, это очень много. Ну, пирамидам 5 тысяч лет, орудием труда 30 тысяч лет всего. То есть человек впервые 30 тысяч лет назад на палку привязал камень. Это недавно было. Но для биохимии, для физиологических процессов, которые сотнями миллионов лет формировались в определенной климатической и солнечной по активности зоне, 180 тысяч лет – это ничто. И у нас с вами до сих пор циркадные ритмы экваториальных животных. Что такое экватор? Экватор – это в 6 утра встает солнце, в 12 оно в зените, поэтому с 10 до 2 все прячутся, никто ничего не делает, потому что это невозможно, очень жарко. в 6 солнце садится, и в 12 ночи солнце находится в антизените. То есть вот я живу здесь, а солнце вот тут. Ровно тут. Не тут, не тут, а вот тут. И поэтому лучи расходятся вот так и в Африке, и вообще на экваторе ночью абсолютная темнота. Нет вот этого отражённого, да, нечего отражаться. Вот так солнце расходит с лучи. И поэтому там такие тёмные ночи. Если у нас видно контуры домов, контуры деревьев, там ничего не видно. И в нашем организме, в той зоне, в которой мы живём, в 6.30 в кровь выбрасывается кортизол, потому что солнце встаёт, и нужно бежать, догонять, убегать, охотиться. И мы хотим или не хотим, в 6.30 выбрасывается кортизол, повышается адреналин, выбрасывается глюкоза. Люди, которые в это время не встают, фактически враги собственного организма. Если ты продолжаешь спать в 6.30, повышенный кортизол, повышенное давление, повышенное сердцебиение, повышенная глюкоза, а ты спишь. Это прямой путь гипертонии, диабету и онкологии. Люди, которые не встают в 6.30, очень мало живут. Это первое. То есть, отрегулировать режим. Вы встаете в 6.30? Да. Каждый день? Ну, дети приносят кофе. Хочешь, не хочешь, встаешь. Им просто в 8 убегать, им нужно полтора часа. И вот они просыпаются, бегут, у нас двойняшки, бегут. Кто вперед, принесет папе и маме кофе. Поэтому мы никуда не денемся одни. Вот. Но я говорю про систему. Это не значит, что в выходные нельзя поспать до 12. Ради бога. Но системно нужно вставать в 6.30. Очень интересный факт. Люди, которые спят мало, про них известно мало. Я сплю 4 часа. Уже 40 лет. 4 часа в день? Как это возможно? 3 мало. 4 достаточно. Я могу месяцами спать по 4 часа. 3 мало. Могу проспать и в 5, могу проспать и в 6. 4 мне достаточно. Притом, я когда-то много с собой йогой занимался, много экспериментировал всякими техниками. И у меня однажды просто вот мозг начал по-другому спать. Для меня сон, это вот я ложусь в кровать, я кладу голову на подушку, закрываю глаза и тут же открываю. Это утро. Ночи нет. Я закрыл глаза и тут же открыл. Это утро. Я абсолютно высыпаюсь. Но я не вижу снов. Звучит как мистика пока что-то. Нет, ну нормально. Так вот, те, кто спят мало, про них неизвестно ничего, потому что все по-разному мало спят. В разное время ложатся. Это очень важно, во сколько ложиться. Но те, кто спят больше 8 часов, точно просыпают 6.30. Люди, которые спят больше 8 часов, очень мало живут. Забавно. Казалось бы, наоборот должно быть. Поэтому в 6.30 лучше встать, потому что кортизол... Лучше потом лишь днем. Но в 6.30 надо встать, чтобы утилизировать этот кортизол, повышенное давление или глюкозу. Иначе прямой путь к диабету, гипертонии и пониженному иммунитету, простудам, простатитам, циститам и онкологии. Немножечко назад вас на секундочку верну. Как это может помочь человеку, который не был первые 5 лет в Японии, начать слышать себя лучше? Это отдельно. Сейчас. Второе. Это не поможет слышать себя. Сейчас мы говорим пока перестать быть врагом собственному телу и утилизировать активными действиями, мышцами, мышлением. Съесть этот кортизол, использовать. Раз он поднялся, давайте его использовать. Иначе он приведет к гипертонии. Иначе он приводит к поднижению. Он будет все время крутиться, он же не утилизируется. То есть он выбрасывается, а я его не утилизирую. Он выбрасывается, я не утилизирую. Нужно его утилизировать. Дальше. Дальше. Что происходит с животными, которые в Африке видят встающее солнце? Они смотрят, жмурятся от этого яркого солнца. В 6.30 нужно синхронизовать не только активность и кортизол. У нас циркадные ритмы бывают нескольких типов. Это наша активность циркадная. Ну, когда во что мы делаем? Когда спортом занимаемся, когда встаем, когда спим. Так некая синусоида нашей активности. Есть циркадные ритмы, зависящие от солнца. И циркадные ритмы, зависящие от времени. И задача их синхронизовать, чтобы они не вот так вот шли в разнобой, чтобы они одновременно вот так шли. Чтобы когда кортизол, была физическая нагрузка. А когда нет кортизола, можно отдыхать. Опять поднялся кортизол, опять нужна физическая нагрузка. Кортизол выбрасывают в 6.30 и в 4 дня. Очень большой выброс кортизола. В разы повышается кортизол. Поэтому его трудно померить, потому что на 15 минут в другое время сдал кортизол, или по другому циклу, так сказать, не диагностично. В разы. И вот в 4 часа дня выбрасывается огромная доза кортизола, потому что в это время, после того, как солнце начинает садиться, опять перед сном нужно охотиться, бежать, догонять. И в это время кортизол, адреналин, глюкоза – это самое правильное время для физической нагрузки. Самые большие результаты в спорте – в 4 часа. Самое лучшее время для качания мышц у мужчин – в 4 часа. Самое лучшее время для сжигания жира у женщин на боках – это бассейн или гимнастика в 4 часа. Это при условии, что ты стал в 6.30. В 4 часа в любом случае. Мало того, сиеста же в Испании, думаете, что они? Они хорошо знают, что именно в это время нужно заниматься сексом. В 4 часа. Самая большая выносливость, самое лучшее условие для сердечной системы, самые маленькие риски, что ты перегрузишься, потому что готов организм к победам, физическим победам. Это единственное время, когда надо сделать перерыв на спорт либо на секс, либо на бассейн. Дальше. Первое, что должно произойти, когда ты проснулся, это солнечный удар. Белый-голубой свет хотя бы 10 минут должен бить зрачки. И тогда запускается синтез серотонина, нашего главного нейромедиатора, лимбической системы мозга, того самого нейромедиатора, который нас делает спокойными, уравновешенными, толерантными. Хорошая память, хорошее настроение, позитив. Ой, как все здорово. Дальше. Без конфликтность, нет тревожности. И вот это такое восприятие мира опускает базовый кортизол. Можно какие-то аминокислоты, но это я уже не имею права говорить в передаче. Это надо конкретно с человеком разговаривать, потому что надо смотреть комплекс аминокислот, зависит от того, чего много-мало, зависит от его генетики. Лучше, если еще генетический тест сдать, тогда я могу сказать, какие аминокислоты, какие витамины, какие препараты. Без психотропов, без лекарств. Да, и поэтому солнечный удар 10 минут в 6.30, чтобы синхронизовать все ритмы. Я встал, активность, кортизол выбросился, солнечный удар, начался синтез серотонина. Но для этого должен быть трептофан. Для этого должна быть аминокислота, незаменимая трептофан, потому что иначе не из чего делать серотонин. И она берется из аминокислоты? Триптофан, это аминокислота, незаменимая, организм человека не производит ее, можно только съесть. Ее достаточно много в тропической растительности, бананы, манго, финики. И много в полноценных белках, рыба, мясо, курица, яйца. Но полноценных. Триптофан – это та аминокислота, которая нас связывает с солнцем. Потому что все реакции трептофана зависят от солнца. Потому и нужно, чтобы в зрачке 10 минут бил белый-голубой свет. Вот такой. Белый-голубой. Солнечный спектр. Да? 10 минут. Яркий, ирчач, чтобы глаза резало. Притом не точечный, а распределенный. Ну иначе просто вредно для сетчатки, если точечный свет. Вот. Запускается синтез серотонина тем, что есть даже специальные наушники в Америке. Я вот когда на конференции езжу по биохакингу, все биохакеры мира ходят в специальных наушниках, одевают их 2-3 раза в день. Частоты какие-то? Нет. Наушники, которые посылают луч яркого белого-голубого света через барабанную перепонку прямо в мозг. Вообще первый раз ты его слышал. у меня они есть, покажу. Приходи в гости, покажу. Все биохакеры мира уже 10 лет ходят в этих наушниках, потому что они в течение дня стимулируют повышение производства серотонина. Чем еще хороший серотонин? Это не просто толерантность, спокойствие, равновешенность, память, очень яркие визуализации, яркие мечты. Да? Я их ярче. Серотонин, имитатором серотонина является ЛСД. ЛСД действует через серотонин в рецепторе. Я когда работал, у меня же первая диссертация по серотонину, дофамину, нородородину мозга. Я же мозг резал 5 лет сначала. И у нас в сейфе, у меня, хранилась вот такая маленькая пробирочка и там лежало три рисовых зерна ЛСД. Что такое ЛСД? Диэтиламид лизергиновой кислоты. Так получилось, что это лизергиновой кислоты, диэтиламиды. Такая же рабочая группа, ударная по рецептору, как у серотонина. Серотонин – это 5-оксотрептамин. 5-оксотрептамин производится из 5-оксотрептофана. А 5-оксотрептофан – это продукт гидроксилирования трептофана, L-трептофана, который происходит только под воздействием света. Потому и нужен солнечный удар. Притом 10 минут и весь день будет производиться. И вот что такое нейромедиатор? Это вот нервная клетка, другая нервная клетка. Нервная ткань, она электропроводимая. Если бы появился сигнал, и он пошел бы по мозгу, просто как по петоническому шарику, во все стороны. А мозг придумал такой механизм, что это как бы провода разного цвета. И сюда один ток пошел, сюда другой. И ток идет не по всему мозгу, а только туда, где рецепторы тех веществ, которые выделяет нервная клетка. Если там есть рецептор серотониновый, вот пошел сигнал по этой цепочке. А здесь нет рецептора серотонина, поэтому сигнал туда не идет. Поэтому по самой нервной клетке до аксона сигнал идет электрический. Здесь это приводит к выделению в синаптическую щель этого нейромедиатора. Она микронная, то есть очень быстро проходит. И выделяется вещество, доходит до следующей, до дедрита в следующей клетке, и там есть рецепторы. Он садится на рецептор, и там начинается электрический сигнал. И вот серотонин садится, бьет, а тут фермент в межсклеточной щели в синаптической, который называется монаминоксидаза, и он его тут же расщепляет. Либо второй механизм, есть обратное всасывание, чтобы не производить аксоном, обратно всасывают эту молекулу серотонина. А ЛСД, он имеет такую же ударную группу, идентичную абсолютно, как ключ в замочную скважину, такой же. Он бьет по этому рецептору, но у него задняя часть другая. Монаминоксидаза не может его расщепить, а клетка предыдущая не может его всосать. И поэтому он садится и бьет тысячу раз. И поэтому на мозг с весь количеством сигналов достаточно всего лишь несколько сотен молекул, чтобы был эффект. Так вот, у меня в лаборатории была пробирка ЛСД, которым мы стимулировали серотониновые рецепторы. Это три животных, на которых мы это делали. И три рисовых зернышка таких ЛСД, чистого вещества ЛСД, концентрированного, ну, просто кристалл ЛСД. Одного вот этого рисового зернышка хватит, чтобы убить Нью-Йорк, бросив водопровод. То есть, даже при том, что это будет на сто тонн вот это рисовое зерно просто раствориться в сотни тонн, в каждом стакане будет достаточно ЛСД, чтобы у человека поехала крыша. Даже при таком разбавлении. Ну, потому что 10 миллионов человек, на человека нужно тысячу молекул, предположим, 10 миллиардов молекул, это в капле. Это в капле. Да, если даже бросить водопровод. Поэтому вот такой механизм. Итак, ЛСД, это же вы читали Грофа, наверняка, Станислава Грофа. Недавно был эфир, 90 лет те Грофа, и мы участвовали в этом вместе с ним в эфире, проздравляли его. Прекрасно себя чувствуют, замечательно. Вот первые его две книги про ЛСД, как раз все эксперименты с ЛСД. Это очень интересный опыт. Он же в том числе на себе ставил. Да-да-да, конечно. Там хотя бы понятна формула, в отличие от Айваски. Что там намешал этот индейец? Я просто, я уже смысл, мне в комментариях пишут уже под выпусками, что я зарабатываю на рекламе Айваски. В каждой второй выпуск упоминание. А у меня антиреклама Айваска. Я своим пациентам запрещаю ехать. Я был научным консультантом экспедиции Первого канала на Айваску. И после того, как я туда съездил, я всем своим пациентам не рекомендую ехать. Мы уже обсуждали, как-то раз у меня был Дубынин, не понимаешь, что может произойти непредсказуемо. Во-первых, непонятно, что он деется туда. Что он намешал. Намешал. Дальше, сколько он туда добавил? В какой вегетативной стадии была лиана, из которой он это вытащил? Да. Дальше. Ты покупаешь это на рынке, в бутылке из Пока-колы. Что там внутри? Ты не знаешь. Там эти сотни видов. Что было до этого в ней? Да. Что было до этого? Его задача продать. У этого индейца два зуба и три пальца, потому что ему пираньи и все съели. И задача продать. Он тебе втюривает, потом ты его не найдешь. Это не чистое вещество. Формула непонятна. Спелое яблоко, зеленое яблоко. Это разная химия. В каком состоянии была эта лиана? Что там намешали? Какой концентрации? Сколько он туда добавил? Непонятно. То ли дело ЛСД. Я не говорю о том. Так вот. Соответственно, вот это эмоциональное счастье, образы яркие, там просто невероятные фантазии, которые происходят в ЛСД, это сиротониновый механизм. Это значит, что больше будет сиротонина, ярче мечты, ярче образы, ярче представления, лучше слышишь сигнал от бессознательного. Но я сказал слово... Вернемся к солнечному свету. Я сказал слово полноценные белки. Почему? Все химические реакции с трептофаном, они солнечные, только под воздействием солнца. Корова, которая гуляла на лугу с утра до вечера и кушала травку, которая растет под солнцем, это не та же корова, которая всю жизнь простояла в стойле, ела комбикорм, и ни комбикорм, ни эта корова, солнце не видели никогда. Курица бройлерная солнце не видела никогда. И яйца отсюда, и мясо курицы, это другое. Рыбка, которая выросла в реке и плескалась под солнцем в лучах и искрилась, либо в море, это не та же рыбка, которая выросла в контейнере, либо в этих сетках, где 10 тысяч рыб друг от друга экранируют солнце с такой плотностью. Потому, так дорого стоит свободный выгул куриц, которые дают яйца из самих куриц, индюшек, коров, потому, такой другой вкус у аргентинской говядины или там новозеландских овечек. Дальше, тропическая растительность. Там много трептофана, потому что много солнца. Но бананы и манго, которые мы едим, их срезали зелеными, иначе придет каша. Он месяц идет, оттуда контейнер, и в больших ящиках размеров с этот стол лежат зеленые бананы, которые солнца практически не видели, потому что они, как только размера достигли, их срезают. Они зеленые, они прям каменные. И потом вскрывают вот этот контейнер, попадает кислород, потому что они едут в инертном газе, и в темноте дозревают. Они солнца не видели. Листы, где есть трептофан, это фиников. И поэтому горсть фиников обязательно каждый день, потому что их-то срезают с пелыми. И вот потому, когда были где-нибудь там, где-нибудь на Кубе, в Доминикане, у них ничего нет, они ищи, но они счастливы, потому что много трептофана, и много солнца. Да, потому что я когда приехал в Доминикану, я еще из аэропорта выйти не успел, ко мне подошли и привет, и подходит такой мужик, сомнительный, где лента выдачи багажа, говорит, привет, я Тони Монтана. У меня была история, мы как-то с Сережей Михайловым, который ТАСС возглавлял, мой друг и там партнер долгое время, там, с Игорем Писарским, которого, вы наверняка, тоже знаете, это мой партнер по Петровичу, по Высоцкому, по новой нашей сети 6x6 гастролюмочных, ну и по бизнесу, и сосед, и очень любимый мною человек, первый человек, с которым познакомился в Москве, когда приехал, и дружим до сих пор, очень дружим, очень достойный человек. И вот мы однажды приехали на Кубу, на какую-то конференцию, вот, а я опоздал, потому что я был на выборах, как раз где пересчет во Флориде, и я все ждал, когда пересчитают голоса, понял, что они еще долго и я поселился в гостинице в Вородера, просыпаюсь утром, солнышко, бирюзовое море, белый песок, передо мной розарий, прямо вот между мной и морем, я одеваю халат, в тапочках, иду к этому морю искупаться, вот, прохожу, и розарий, и стоит такой афроамериканец, седой такой, афроамериканец, очень красивый, в белой пижаме, и подстригает розы. Ну, я прохожу мимо, и ни одного человека на всем пляже, на всем пляже. Я прохожу мимо, такой счастливый, бирюзовое море, сейчас буду купаться, и меня этот афроамериканец такой, властно подзывает к себе, я к нему подхожу, подхожу, он говорит, здравствуйте, здравствуйте, у вас хорошее настроение? Говорю, прекрасное настроение. А вы любите розы? Кушать, да, так нет, да? Ну, да. Я очень люблю розы. Вот, посмотрите, берет красную розу, говорит, вот смотрите, вот эта роза, ее сорт называется Мария. Посмотрите, вот прям как вены, прожилки в этой розе, смотрите, какой красивый, яркий цвет. Берет желтую розу, а вот эта роза называется Аморилья. Посмотрите, она прям цвета солнца. Красиво, правда? Вот эти прожилы, ой, как красиво. Берет белую розу. А эта роза называется Бланка. Хотите кокаина? Это такая зарисовка, да, Саша? Это даже лучше, чем Тони Монтанова в аэропорте. Белая зарисовка. Хотите кокаина? Прям такая зарисовка, вы кубы. Да, да, да. Они счастливые, у них ничего нет, но они счастливы, потому что много солнца. Вот у меня есть пациент в Швеции. Его мама ведущий диагност Европы по ПТКТ, КТ, рентген, очень известный врач. И вот 20-й год, разгар пандемии, она мне звонит, Алексей Петрович, пожалуйста, прилети, у меня у сына рецидив, а у него синдром Аспергера, аутического спектра, у Илона Маска тоже такой же аутизм. Вот, взрослый парень, 32 года, и у него просто приступ. Пожалуйста, прилети, спаси моего сына. Я говорю, так ковид, хоть как-то прилети, пожалуйста. И я через 10 стран там на поезде из Дании в Швецию, а в Швеции я же не носила ни масок, ничего, не вводила никакие карантины. И вот интересно, из Дании едешь на поезде по мосту, значит, поезд останавливается, значит, посредине моста, говорит, мы везем в Швецию, можно снять маски? Обратно едешь, мы везем в Данию, надо одеть маски. Да, и приезжаю в Швецию, встречаемся с ним, и целый день с ним работаем, я его вытаскиваю из этого рецидива, и сидим, разговариваем, он говорит, а он не считает себя аутистом, и он говорит, вот у меня приятель аутист, потом говорит, у меня одногруппник аутист, у меня сосед аутист. Думаю, ну что такое? И я не поленился, я сходил в библиотеку, в Швеции в семьях иммигрантов из России в восемь раз больше аутистов, чем должно быть. Это сейчас связано? Не хватает солнца. Вся Швеция за полярным кругом. Нам нужно больше солнца, чем там, и нужно регулярно, а не только летом. Там же полгода нет. Самое большое количество самоубийств, северные народы, это Греландия, 92 на 100 тысяч. Швеция там же где-то, по-моему. А дальше все наши северные народы и северные народы Канады за счет полярной ночи, отсутствие солнца. Да, не хватает солнца. То есть солнце очень важно. И поэтому я говорю про полноценные белки и полноценную тропическую растительность, в которой трептофан есть, потому что если солнца не видел, трептофана нет. А она незаменимая никак. И еще очень важный момент. Вот если у меня высокий уровень трептофана, у меня хорошее настроение, позитив, толерантность. Это вот очень интересно. У разных наций разное содержание, например, тестостерона, андрогенов и серотонина. Например, кавказские народы, они генетически имеют очень высокий уровень тестостерона, андрогенов. Это видно по волосатости, по скулам, по мускулиности, да, и комплекции. Потому они такие хорошие борцы, там, боксеры, бойцы без правил, да, и вот эта вспыльчивость, она определяется тем, что очень высокая раздражительность, потому что очень маленький уровень серотонина и высокий уровень тестостерона, андрогенов. И как что? Почему ты на меня так посмотрел? Ты посмотрел на мою жену. Да, и тут же за нож, и тут же в драку. Это вот много тестостерона, андрогенов, мало серотонина. Нет толерантности, нет терпимости, раздражает всё. А, например, у тюрков наоборот, низкий уровень тестостерона и высокий уровень серотонина. Поэтому толерантность, вежливость, мягкость, стилистика тюрков. Он не полезет с тобой в драку. Он тебя ночью отравит, но в драку не полезет. И очень интересно, это видно, вот эта стеронность, андрогенность. Там интересно, что мужчина, у которого 90 мужского и 10 женского, а у нас во всех есть инь и янь, да, вот янь и инь. Этот мужчина будет искать женщину, у которой 90 эстрогенов, 90 женского и 10 мужского. И поэтому вот эти тестостеронные мужчины Кавказа ищут женщин как раз покладистых. И это видно хорошо по национальным танцам. На Кавказе обязательно кинжал, обязательно эти пистоны фаллические, на носочках, чтобы повыше, и вот эта задиристость, яркость, резкость движений. А как женщина проплывает? Да она проплывает, как лебедь. Ни одного резкого движения, все вот плавное такое. Да? Но при этом роли мужчины и женщины видны сразу и в жизни, и самый главный человек в семье – это самый старший мужчина. А у тюрков наоборот, много серотонина, мало андрогенов, тестостерона. и поэтому все танцы, и у мужчин, и у женщин, да? Нет разницы между мужчинами и женщиной в танцах у тюрков. И нет вот этой агрессивности, экспрессивности, резкости, да, вот этой мужественности, брутальности, этого нет. Да? Это вот национальные особенности. Но вот и есть национальные особенности, особенности по суицидальности, потому что суицидальность – это депрессия, а депрессия – это низкий уровень дофамина. Это низкий уровень дофамина, нет мотивации, и они не умеют сами вылазить из этой депрессии. Кстати, это свойство еще очень развитого всех финогоров, потому что финогоры – это тюрки, стрястившиеся с северными народами, и как раз очень высокий уровень Венгрия, Финляндия, Мариэл, Гудмуртия, очень высокий уровень суицидов за счет как раз скрещивания с северными народами, у которых генетически низкий уровень серотонина, дофамина. Хочу вас вернуть назад, а то я хочу, чтобы у людей целостная картинка по этой теме сложилась на самом деле. То есть мы, вернусь назад, мы про серотонин начали говорить, про солнечные лучи с утра, да, и глобальная тема, которую мы обсуждаем – это как услышать себя. Да, синхронизация ритмов, и очень важно, что если много серотонина, в 9.30 вечера из моего мозгового серотонина производится мелатонин. Это производный серотонин. И чем больше было серотонина, тем больше мелатонина. Мелатонин – это тот гормон, который отвечает за сон, подготовку тела ко сну, остановку перистальтики кишечника, расслабление мышц. То есть это не гормон сна, это гормон подготовки тела ко сну. Поэтому было много серотонина, будет много мелатонина, и будет хороший сон. Но, тоже но, вы никогда не пили мелатонин, как снотворное, либо для джеттлага. Да-да, джеттлаг когда пью. Да, вы читали там мелким шрифтом, в инструкции написано, пить мелатонин, когда глаза видят свет, бессмысленно. Бело-голубой спектр тут же расщепляет зрачки, тут же расщепляет мелатонин. Поэтому после девяти вечера, дома, только красный свет. Красный свет – единственный, который не расщепляет мелатонин. Тогда будешь спать, как ребенок, тело отдохнет прекрасно, и проснешься в 6.30. Дальше, как услышать себя? Во-первых, слышим мы себя только через сенсорные образы. Только через сенсорные образы. Есть специальные техники, которые позволяют научиться работать с бессознательным. Мы обучаем и таким обычным бытовым техникам работать с бессознательным. Ну, это проективный метод, как это называется. Когда мы создаем условия, чтобы бессознательное все-таки достучалось до нас, сообщило. Ну, пример. Саш, представьте себе яблоко. Представили? Какого цвета? Зеленое. Если бы оно было красное, то даже не надо сдавать анализы. Не хватает солей и железа. Когда я сказал, представьте яблоко, я же сказал, какое? Кто раскрасил? Я. Мой мозг. Да, бессознательно. Бессознательно раскрасил. Вы поставили задачу представить яблоко, а раскрасил-то мозг. Бессознательно раскрасил. А оно раскрашивает по потребности. Не хватает солей и железа. Мозг знает, что железа много во всем красном, потому что того, как есть железо. И поэтому хочется красного мяса, хочется красного вина, хочется красных фруктов. Не хватает кальция, хочется белого. Творог, сметана, мел. Да? Не хватает натрия, хочется зеленого яблока. Не хватает сульфатов, будет желтая. Так устроено бессознательно. Оно же связано со всеми системами организма. Она знает все, что происходит. Миллионы сигналов в секунду собирает бессознательно. Его задача переупаковать все эти сигналы, проинтегрировать. Вот есть понятие в математике интеграл. Интегрирует и понимает, какие самые важные системные сигналы и какие самые срочные. И то, что важное и срочное, по матрице Эйзенхауэра, важное и срочное делай сам. Помните? А неважное и несрочное, вычеркни. Это не надо делать. И вот важное и срочное, оно упаковывает в такой сенсорный сигнал и сообщает сознанию в виде слова, в виде сенсорного сигнала. Вот влаги не хватает в организме, и появляется ощущение жажды. Вы словами его не объясните. Ну, что такое ощущение жажды? Но тут же мозг стимулирует трансовое состояние галлюцинации, и вам начинает мерещиться. И чем больше жажда, тем более ярко мерещуется. А качество изображения – это тоже самый серотонин. Бутылка минералки, стакан воды, ручеек. Вам бессознательное вот этими вот картинками подсказывает, как вы можете эту жажду утолить, чтобы вы начали это искать. Да, просто подсказывает, что ты вот этим жажду утоляешь. И вот это уже тот канал, которым бессознательно дает информацию о том, что же ему нужно. Есть сверхсознание. Общество у меня в голове, все эти нормативы, надо, должен, обязан. И сознание между ними. Это логика. Это полезно, вредно, опасно, не опасно. И проблема этих трех структур, что они живут в одной голове, но говорят на разных языках. И вот научиться, чтобы сознание все-таки получало ответы от бессознательного. Есть специальные техники. Ну, их надо подбирать под человека. Есть техники бытовые, ежедневные для любого человека. Есть техники достаточно глубокого трансового состояния, такого самого гипноза, в котором я создаю механизм, в котором человек начинает разговаривать с собственным бессознательным. Это такое открытие, когда узнаешь, что теперь кто-то живет, кто с тобой разговаривает. Я видел. Я вставлю здесь фрагмент. Я видел у Игоря. Ладно. В техотерапии есть такая техника левитации руки. Сейчас мою руку управляет бессознательно. Бессознательно, которая имеет доступ ко всем ресурсам. Я сейчас попрошу бессознательно показать, каким образом она вступит со мной в диалог. Это судорога. Это ответ да. Вот. И это не фокус. Да, это техника с 50-х годов, называется техника левитации руки, когда я разговариваю с бессознательным человека в трансе или в гипнозе, и она мне отвечает, да или нет, на мои вопросы. Теперь. Вот теперь подходим к самому главному. К самому главному. У нас в головном мозге бывают разные активности в разных наших состояниях. Например, если я смотрю телевизор, то вот теменная зона, здесь зрительный анализатор. Если я иду по улице, автоматически двигаюсь, то это базальные ганглии, это бессознательная, так называемая, экстрапирамидная система, которая управляет рукой, когда я увел человека к состоянию гипноза и затормозил кору больших полушарий. Он не может. Вот когда я руками что-то делаю, это вот здесь. А если автоматические движения, то те же самые руки управляются уже из-под корки. И когда я вот здесь вызвал торможение, и человек не чувствует руки и не может ею управлять, то тогда уже пальцем и управляет бессознательно. Человек не может сознательно, ничего не получается. Ты в этом состоянии пытаешься сжать руку, а ничего не происходит. Это вот достаточно распространенная техника в гипнозе. Но у нас есть особое состояние. Оно называется дефолт состояния мозга. Оно очень принципиально отличается от всех остальных активностей мозга. Дефолт система мозга, дефолт состояния мозга запускается тогда, когда ретикулярная формация находится в абсолютном покое и не видит вокруг меня ни одного значимого прагматичного сигнала. То есть вокруг меня не происходит ничего важного, опасного и значимого. И тогда ретикулярная формация начинает засыпать, вот как у кошки ухо постепенно перестает слушать в ту сторону и наконец оно расслабляется. Это вот она вышла в это дефолт состояние мозга. Это еще не сон. Мозг активен. И вот когда вдруг ретикулярная формация перестала улавливать сигнал внешнего мира и начинает постепенно успокаиваться, засыпать, 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 но продолжает крутиться, но сигнала нет. То есть на экране не появляется ни одной точки, что что-то попало в поле внимания. Оно позволяет все камеры, которые раньше наблюдали за внешним миром и реагировали, перенаправить внутрь эти камеры все. То есть весь мозг начинает анализировать все свои аналитические сенсорные способности, начинает направлять, чтобы проанализировать, а что происходит во мне. И это единственное состояние, в котором человек способен производить что-то креативное, а не копипастить? Это единственное состояние, в котором человек способен услышать, а что он хочет на самом деле? Это единственное состояние, в котором он понимает свои собственные мысли, сокровенные желания, бессознательные. Наконец, наконец, мозг слышит, что происходит в бессознательном и в теле. И это единственное состояние, в котором мозг начинает чинить все поломки внутри, и происходит то, что называется натуропатия – самовоздоровление, потому что, вот, знаете, гости ушли, и тогда можно помыть посуду, да, и почистить ботинки, и починить сломанный, я не знаю, там, сломанный утюг, пока гости, пока внешний сигнал есть, нельзя. Не случайно в философии есть такое понятие, что эстетическое восприятие мира возникает только в случае прагматической незаинтересованности. И вот фокус в том, что когда пропали все внешние сигналы, ридикулярная информация успокаивается и разрешает вот это дефолт состояние. Оно абсолютно по-другому фиксируется, там абсолютно другие процессы происходят. Все камеры начинают слушать тело, искать где-то, что сломано, как починить, и начинается выздоровление. Вот это вот, вот эти оздоровления человека изнутри, в этом дефолт состоянии. Проблема в том, что в это дефолт состояние у нетренированного человека мозг входит не раньше, чем через 20, 25, 30 минут после последней смски. Это такая, знаете, как развязка всей истории. Современный мир, в котором в целом отложить телефон на 15 минут, это невозможно. Это та причина, почему в самолете, когда ты летишь без связи, мозг как будто выходит на новый уровень во время медитации. На самом деле, да, сейчас все увлеклись по этому медитациям. Да, да. Тадзи-чуань, цигун, да, вот иньские виды спорта, когда ты от всего отключаешься, да. А вот теперь, как культура, человеческая цивилизация создала механизмы входить в это дефолт состояние. Значит, что происходит? Я пришел на симфонические концерты. Сел, с кем-то поздоровался, смотрю, кто пришел. Выключается свет, выходят музыканты. Я наблюдаю вот эту ориентировочную реакцию. Ну, музыканты выходят. Все выключили телефоны. Начинает играть музыка. И мой мозг прекрасно понимает, что в ближайшие полчаса ничего важного произойти не может. И минут через 15-20 эта музыка уже сопровождает меня внутрь меня. И я начинаю слышать свои мысли, желания, чувства. И это и есть терапевтическая сила искусства. Я пришел в музей. Я хожу по залу Шишкина. Я выключил телефон. И все остальные выключили телефон. И эти цвета природы, леса, поля, луга вводят меня в это дефолт-состояние. И я оздоравливаюсь и слышу свои мысли. Я сижу на берегу моря. Смотрю на волны. Я закутался там в какой-то свитер, костер. Смотрю на огонь. Смотрю на волны. Ничего важного не происходит. Прагматики. Никакой от этого нет. Ветикулярная информация успокаивается. Я вхожу в дефолт-состояние. Начинаю слушать свои собственные мысли. И происходит оздоровление. Я гуляю по лесу. Неважно, я собираю грибы. Либо сижу на берегу реки с удочкой. Ну, не ради же рыбы. Прагматики никакой в этом нет. Если бы я выживал с этой рыбой, я бы был... А так я сижу, смотрю на поплавок. И я начинаю думать. И происходит оздоровление. Вот в этом и есть оздоравливающая терапевтическая функция общения с природой, потребления чужого творчества, музыки, искусства и производства. Когда человек творит, он тоже входит в это дефолт-состояние. Но нетренированный в это состояние может впасть там за 20-25-30 минут. Если постоянно тренироваться, вот не случайно, есть книжки специальные, как научиться креативить. И там говорят, ребята, надо делать регулярно. Садиться и писать. Садиться и писать. Садиться и писать. И вот эта регулярность приводит к тому, что я обучаюсь в это состояние входить уже не через 20-25 минут, а через 5. Те, кто занимаются постоянными медитациями, в дефолт-состоянии могут войти через минуту. Но вот то, что я показывал Рыбакова, это я вошел в это состояние через 10 секунд. И вот искусство, природа и творчество – это и есть механизмы входения в состояние, где ты слышишь, что ты хочешь. В психотерапии у нас есть другие механизмы. Вот типа левитация руки или в гипнозе, там бессознательно со мной общаться, уже рассказывать словами. Но есть так называемые проективные методы. Вот история с яблоком – это же проективный метод. Дальше. Тест Люшера, когда я просто выбираю цвета. Да, непроизвольный. Проективный метод. Дальше. Проективный метод, например, расстановки. Да, тоже знаю. Проективный метод. И вот это дефолт-состояние – это прям спасение. И поэтому так много людей сейчас увлеклись йогой, медитациями, иньскими видами спорта. Вот они развивают способность слышать себя. Надо ещё понимать, что мир идёт туда, в иньские стороны. Заметьте, всё больше людей увлекаются иньскими видами спорта. Всё больше людей занимаются йогой, медитациями. Увлекаются, создают какие-то хобби себе, интересы. Виндсерфинг, кайт, айкидо гораздо более популярны сейчас, чем бокс или гребля. И мы уходим туда, в иньские энергии, потому что человечество пытается спастись через иньские энергии, потому что женский тип мышления, иньский тип мышления, он думает больше о последствиях, чем о цели. Там цели нет. Постоянно думают о последствиях, их постоянно включение вот этого механизма балансирования между внешними энергиями. В чём отличаются янь и инь? Когда-то китайцы очень гениально поняли, как устроен мир. Есть два типа энергий. Янь и инь. Мужское и женское. Янь рассчитывает на себя, на свой внутренний ресурс. Метафора янь является нож. И чем он длиннее, острее и прочнее, тем больше у него возможности. Когда бьются два ножа, то побеждает тот нож, у которого суммарный ресурс, длина, острота и прочность больше, чем у другого. В спорте это бокс. Побеждает тот, у кого больше опыта, больше вес, больше техничность, сильнее удар. Внутренний ресурс. А метафорой инь является вода. Она не разбивает камень. Она не пользуется тем, что она острая, может разбить, может проникнуть. Она найдёт возможности поверхности, чтобы пройти. И этот камень, она его не разбивает. Она его обойдёт. Она его утопит. Но когда встречаются яни-инь, яни-инь. Это ножу, кажется, что он режет воду. Ничего не происходит. Ему кажется, что он сильный и победит, потому что он железный и острый. А вода его побеждает, потому что он железный и острый. Он в ней ржавеет. Она его побеждает по-другому. Так вот, мир идёт в сторону низких энергий. Напомню вам, что пять самых дорогих компаний в мире, они иньские, это яйцеклетки. У них в собственности ничего нет. У Uber в собственности ни одной машины, а он стоит в десятки раз больше, чем самые большие логистические компании мира. Три отельных сети, которые, казалось, нельзя обогнать, потому что сто лет назад они их скупили все дворцы в центре городов, на всех пляжах. Хаят, Мэриотт и Хилтон. Казалось, их нельзя догнать, потому что уже нет новых зданий, нет дворцов, которые можно было купить в центре каждой столицы. Airbnb стоит дороже, чем они все втроём. А в собственности у Airbnb ни одной комнаты нет. Побеждают иньские проекты, побеждают яйцеклетки, которые позволяют себя оплодотворять. Apple стоит так дорого, не благодаря тому, что производит достаточно устаревшее устройство. Уже корейцы, китайцы обогнали давно. В Америке сейчас поговорка. Это какой же авторитет у Стива Джобсова? Да, что Apple удается уже десятый раз продать одно и то же под разными номерами. Ничего нового не произошло. То, что больше память, или ярче камера, или больше батареи, это не заслуга Apple, это заслуга цивилизации. Да, технический прогресс. Да, уже нового ничего не произошло после Стива Джобса. Но там есть App Store и iTunes. App Store и циклетка, iTunes и циклетка. Он позволяет миллионам людей, рискуя собственными ресурсами, закладывая свои квартиры, создавая фильмы, музыку, игры или программы, капитализировать App Store и iTunes. Побеждают женские энергии. Я вынужден вас прервать и подвести итог всей этой истории. А то я боюсь, что наши ребята нас не досмотрят и потеряют нить. Хочу подвести нить того, с чего мы начали, и к тому выводу, к которому мы пришли. Что изначально вообще мы начали с того, что я спросил, почему люди в стрессе начинают болеть раком. И мы плавно пришли, мы как бы разложили... На этот вопрос я ответил. Да, да, да. По сути, разложили всю конструкцию, да, того, как происходит это, что, как работает стресс, к чему он приводит. И, по сути, ответом, для того, чтобы этого не происходило, как я слышал, да, кто в общем пришел, это научиться слышать себя и работать с собойствием внутрь мира. Ставить свои собственные цели, и тогда ты подружился с собственным бессознательным. Да. Ты повысил серотонин, дофамин, тут же повысился норадреналин, у тебя повышается иммунитет до 100% уровня, и организм начинает сам себя лечить. А если ты входишь еще в это дефолт-состояние через культуру, искусство, либо через медитацию, ты еще создаешь условия, когда он успевает это починить. Супер. Я предлагаю на сегодня, на этом, зафиксировать. Я буду вынужден вызвать еще раз. Я с удовольствием приду, потому что, на самом деле, если мы так с вами ушли вообще, то есть начали с одного, но так красиво раскрыли эту тему, и на самом деле, я хочу сказать, что это сильный вывод, очень сильный, потому что в действительности, если так подумать, то большинство проблем и сложностей, которые у нас получаются в жизни, и в том числе со здоровьем, из-за того, что мы просто не слышим себя и не следуем тому, что мы хотим. Здорово. Алексей, спасибо вам большое. Очень интересно, очень глубоко, и очень классная история про Кубу и Розу. Дорогие мои, если вам было полезно, если вы почерпнули для себя что-то новое, интересное, обязательно воткните лайк, не забудьте подписаться на канал. Самое главное, самое главное, если вы что-то почерпнули, делитесь обязательно какими-то выводами, инсайтами, интересной, какой-то полезной ноткой, которую вы подцепили в нашем выпуске, пишите это в комментариях, обменивайтесь, читайтесь, потому что там всегда огромное поле, пространство для того, чтобы узнать для тебя что-то новое, что вы, возможно, пропустили или как-то по-другому восприняли, так что пишите. Если не понравилось, можете поставить дизлайк, мы вас обязательно запомним. А я хочу поблагодарить, Саш, тебя, потому что я часто даю сейчас интервью, но я редко получаю такое удовольствие. Здорово. Спасибо большое, Алексей. Очень классно, очень глубоко и, главное, весело. Я люблю, когда так получается. Ребята, всем большое спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok